Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. Всем привет еще раз. Вот такую посылку я получила с Алиэкспресс. Это мешок и насадки для украшения тортиков. Такой набор мне обошелся $1.59. Вот кондитерский мешок, пластиковая насадка. И вот такие. И 6 металлических. Давайте вам поближе покажу. Они все разные. Мешок такой крепенький. Неодноразовый это точно. Так-то можно потом одноразовые мешки купить к этим насадкам. Очень даже и хорошо. Одноразовый чем хорошо, вы не запаритесь с тем, что их постоянно надо мыть. А то они одноразовые. Насколько я помню, знаю, это как-то вот так должно быть. Так, у меня был где-то крем. Вот такой крем для взбивания. Я прям чуть-чуть сюда положила крема. Просто для того, чтобы вам показать и попробовать. Ну, сейчас вот просто и тут и попробуем. Такая насадка. Ой, какая красота. Классно. Я просто попробовала. У меня тут и крем-то буквально. Так что классно. Даже для оформления каких-то салатов можно творожным сыром мешочек набить и украсить. Классно и недорого. Защита для карт. Я тут сейчас немножко уже надорвала. Пупырка. Какие классные пакетики. Вот, себе вот такую возьму. Классно переливается. Просто беленькая. И золотая. Сейчас посмотрю, почем они. Они чуть недорогие были. Карты с собой никакой нету. Хотя есть. Сейчас. Вот такая у меня есть карта. Сейчас попробуем. Ну, просто. Они же все одинаковые размеры. Блин, тонюченькая вообще. Классно. Себе вот такую оставлю. Мужу вот такую. А это знакомый. Задарю как раз. У нее как раз карта белая. Я думаю, им понравится. И вот такую посылочку дали мне. Вместе с вами откроем ее. Так, разрезала ее ножницами. Сама еще не смотрела что там. Это с Алиэкспресс. Эта зарядка идет 80 сантиметров. Заказывала с Алиэкспресс. 77 рублей 70 копеек. Пришло примерно за полтора месяца. ТО-УСБИ. 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 Вот его раскрутила. Достала. Так, чуть раздвинуть. И он собирается. Я же одной рукой сделала. Не знаю, насколько он прослушает. Потому что кабель прям на ощупь такой тоненький. Сейчас покажу зарядку. У меня вот такая зарядка. Она до сих пор работает. Заказывала, конечно, не с Алиэкспресс. Другого сайта. Вот. Со временем она вот так вот сделалась. Но до сих пор работает. Она вообще кабель универсальна. До сих пор работает. Все нормально. Это я вот заказала на один телефон. Только что был на мой. А это очень на работе удобно. Допустим, рабочий телефон у меня старый. Соник. Вот этот разъем. Если новый надо зарядить, то вот, пожалуйста. До этого был телефон рабочий. Нокио. С таким штекером. Универсальный. Ну, такой кабель. Недорогой. Я думаю, как вариант вообще. Классно. Если не ошибаюсь, я его заказывала с... Как там... Покупка с другом. Как так называется. Получается, спереди она укороченная. Эта кофточка. А сзади удлиненная. Маечка заказала себе. Размер XL. Я брала ее, чтобы была посвободнее. Так, это знамка. Ну, спереди она обычная маечка. А это вот сзади будет. Вообще, идея прикольная. Такой майки. Кишовчики. Брала по акции. Цену-то напишу. Такая летняя кофточка. Размер XL. Заказала тоже свободный. Но она очень мне свободная. Потому что вот. Даже видно, что она широкая. Цвет такой более коралловый. Намного ярче, чем на фото получилось. Рукавчики 3 четверти. Где-то так получается. Сейчас со спиной покажу вам. Материал очень мнется. Хоть немножко утюжком прошлась по ней. Тоже получается спинка открыта. Вот такую сегодня мне посылку принесли на работу. Но мне не было времени ее открыть. И принесла ее домой. Так, смотрите. Я уже заглянула. Что тут? Тут кабель для зарядки для телефонов. Значит, я заказывала за 73 рубля 27 копейки. Сейчас он на сайте за 95 рубля. 10 копеек можно заказать. А так у него цена 179,62. Лелик рядом цокает. С момента заказа прошло 22 дня. Эта посылка отслеживалась по треку. Заказала 2 штуки себе и мужу. Кабель 1 метр идет, значит. Идет микро на USB. Идет в тканевой оплетке. Вообще добротно так все это сделано. Ать! Хороший. Так. Поставила. Сейчас у меня рядом есть зарядка. Сейчас я в адаптер вставлю. Самсунговский. Еще родной его. Так, да. Вот, смотрим, идет зарядка. Все супер, все работает. Горит индикатор. Оп! Так, сейчас вторую с вами проверим. И вот, видите, всего тут можно оставить. Опять Лелик пришла любопытная. Иди! Так, черненькие сейчас попробуем. Оп! Так, включила в розетку, загорелся. Всё, идёт зарядка. Именно вот такой кабель я вам не советую и не рекомендую. Я оставлю вам ссылочку в инфобоксе просто из-за того, чтобы вы именно у этого продавца или именно по этой ссылке не заказывали такие кабеля. Да, они мне достались по акции, на них была там огромная скидка. У меня проблема в том, что всё-таки они не так плотно держатся, переходник и кабель друг к другу. То есть это надо просто поставить телефон на зарядку и телефон при этом вообще не трогать. Вот просто положить его и пусть заряжается. Тогда да, будет заряжаться. Но стоит вам только взять в руки этот телефон. Всё, не отсоединяется, прекращается заряжаться телефон. Вам не советую эти кабеля. То есть у них получается очень слабый магнит всё-таки. Хотя я видел у знакомой такой магнитный кабель. Вот у неё он мощный. Тоже заказывал на Алишке, но ссылка у этого продавца уже не актуальна. Поэтому она мне не смогла всё-таки дать ссылку на этот кабель. Вот у неё да, мощный магнит. То есть ты взяла свой телефон, который у тебя стоит на зарядке. Хоть его подкидывай, хоть тряси. Вообще хорошо всё магнится, зарядка продолжается. Эти нет. Ещё минус у этих разъёмов. То, что допустим у мужа мощный такой чехол и ему не хватает. То есть вот эта часть не удлинённая и у него вообще до конца не вставляется этот разъём. То есть это приходится ему снимать чехол. То есть я вообще этой покупке вообще не рада. Именно ищите в отзывах то, чтобы человек описывал, что он всё-таки сильный магнит. Вот держится. Что-то вот этого. А не то, что кабель рабочий, как все там пишут. Не знаю, мне не понравился. Вообще слабенький. Даже когда порой лежит, вот чуть рядом пройдёшь, лежу телефон затрынкал. То есть зарядка отошла, опять подошла. Так что буду себе присматривать всё-таки у другого продавца такие кабели. И уже буду, конечно, смотреть по отзывам, чтобы ими написали, что сильный магнит. Так задумка вообще классная. Потому что то и дело, то зарядку, то компьютеру подсоединить приходится телефон. Да, вот вроде трогаешь его, вроде сильный такой прям магнитик-то. Не фига. Ещё я заказывала семена с Алиэкспресс. Семена для посадки орхидеи. Как пишет продавец, там вот в пакетике 50 штук должно быть. Заказывала попробовать. Получится, не получится. Ведь семена я, наверное, заказывала уже как год-полтора тому назад. Я кучу информации прочитала, как что сажать. Да, я знала, что очень трудно их высаживать, за ними следить, всякие нюансы. Их более высаживать, конечно, в пригодных условиях для них. Всякие там специальные оборудованные теплицы под них. Но решила попробовать. Появились росточки. И то не факт, что это они сами орхидеи-то зашли. Потому что какой-то сорняк просто получился. Ну, примерно высоту выросли, где-то 5 сантиметров. И все. Ну, как будто им питания какого-то не хватало. Ну, так скажем. И не засохли, потому что увлажненно было все. Но что-то пошло не так. Я уже забыла про эти семена, честно. На сайте Алиэкспресс листала корзину, что я в свое время заказывала. И наткнулась на то, что я заказывала вот эти семена. Фор лежат. Это все, что вот осталось. Пакет остался даже. Стоили они по акциях. Брала 16.50. Я не советую заказывать эти семена орхидеи. Это, честно, головная боль, переживание. Ну, просто это не нужно. Ну, такая была у меня, оказывается, покупка в свое время. Машинка, машинка. А это не машинка. Антирадар. Как прикольно выглядит. В комплекте был коврик. Коробка от него. Продолжение следует. Там кнопочку надо нажать. Вот красненькую. Выбирайте, трасса или город. У нас стоит трасса. Я поставлю без коврика. Просто вам показать. Просто вам показать. Или он, может, я просто не могу. Там, получается, вот тут камера. И ограничение 40 было. Но он не запищал. Но тут может и не работать, кстати, камера у нас. Может, лежачую положили. А, лежачую положили. И ее отключили. Сейчас камера. Ограничение 60. Вот, слышите, орет. Все. Проехали. Еще он, кстати, реагирует, если в другой машине тоже стоит антирадар. Вот он орет, разрывается. Мы перестали пользоваться этим антирадаром. Потому что на большую часть камеры он все равно не успевает реагировать. Или прям впритык-притык, когда уже сами видим, что, мол, камера. То ли радиус у нее какой-то маленький. Вот, диапазон Каща сказал. В другой машине был антирадар. А представляете, если у вас двухполоска, да, вы едете вместе с параллельно, скажем, машиной, в которой антирадар тоже находится. И вот она орет, этот антирадар. Получается, это слитный костюм. Лелику вот подошел размер L. Видите, он такой с начосиком. Такие кнопочки. Вообще классный, кстати, костюм. Я думаю, нам его надолго хватит. Так как мы перестали все-таки расти. И то, что он прямо качественный сделан. Вот такой маленький колпачок. Но он такой больше декоративный все-таки. Нет ни прорезей для ушек. Так что советую. Просто главное, измерьте свою собачку. Когда я заказывала, там была вот размерная сетка. И по ней очень легко вот определились мы с размером. Вот в реале он красный. Просто на виде он какой-то ярко-моркованный, что ли, какой-то оранжевый. На самом деле он прям красный-красный-красный. Колпачок есть. Казначосиком, кстати. Резиночки. А тут на заклепочках. Тут получается, как будто кофточка идет со штанишками. В штанишках тоже идут лампасики. И вообще классный костюм. Вообще я очень довольна. Размер футболки тоже заказали Элечку. Все классно, все подошел. Размер нам этот. Вообще супер. Я довольна, что я тоже советую эту футболку. Максимум, что случится с этой футболкой, это скорее всего то, что надпись со временем может потрескаться. И сами видели уже эту футболку у нас во влогах. Она бегает в ней только так. Вообще классная. Опять же, главное правильно подобрать размер. На этом все. С вами была Елена. Подписываемся на мой канал. Увидимся в новом видео. Всем пока-пока.